Время новостей на Первом Карагандинском студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Казахстан – это страна с людьми умного сердца. Так высказался представитель Лозенского университета на конференции в Караганде. Об этом сюжет Сергея Высокосова. Нашумевшее дело Владислава Челых не заканчивается. Его матери Светлане Вашенко поступают телефонные звонки от якобы выживших сослуживцев ее сына на посту Аркан Кирген. Так ли это, выясняла я, Амина Смакова. Кадровые перестановки в эшелонах власти. Мать Владислава Челых не может получить распечатку входящих звонков. 12 июня в квартире семьи осужденного пограничника раздался звонок. Неизвестный представился сослуживцем Влада, погибшим Денисом Рэй. При этом в разговоре мужчина утверждал, что Владислав Челых ни в чем не виноват. Сегодня мать пограничника Светлана Вашенко обивает пороги Казактелекома и прокуратуры, чтобы выяснить, кто на самом деле звонил в этот день. Подробности у нашего корреспондента. Неизвестный звонил два раза, представившись выжившим Денисом Рэй. По словам молодого человека, ему еле как удалось добраться до телефон и сообщить, что Владислав Челых ни в чем не виноват. Он говорит, что это Денис Рэй. Ну вот так и началось. Я, конечно, сначала растерялась сразу. Что он говорил? Он утверждал, что я хочу вам сказать, что Влад ни в чем не виноват, он этого не делал. Я хочу вас донести. Я сразу растерялась, конечно. Говорю, ты маме звонил? Он говорит, что нет, маме не звонил. Светлана Вашенко на следующий день сразу же отправилась в Казактелеком, чтобы попросить распечатку входящих звонков. Однако там ей было отказано, ссылаясь на то, что нужно сначала получить разрешение областной прокуратуры. Женщина обратилась и туда. Ответа не последовало. И в КНБ, и в прокуратуру, и в международные организации по правам человека. Я везде написала сразу. А вот Казактелеком распечатки не дают? Они сказали, что без разрешения прокуратуры, ой, не прокуратуры, а милиции, либо участкового, то без их запроса нет. В Казактелекоме Светлане предложили сменить номер телефона и поставить определитель номера. Но распечатку входящих звонков так и не дали. Матери Владислава Челах остается только ждать письменного разрешения от областной прокуратуры. Мама Дениса Рея считает, что эти звонки просто навсего провокации и хулиганства. Если Денис и позвонил, то наверняка сначала своим родителям, а не матери Владислава Челах. Амина Смакова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Казахстанцы не смогут ездить на старых иномарках. С сегодняшнего дня вводится запрет на ввоз автотранспортных средств стандарта Евро-3 и ниже. Карагандинцы с такими изменениями не согласны. Работники одного из автосервисов города даже вышли на митинг. Подробностью нашего корреспондента. На протест вышли работники автосервиса, что на улице Гапеева люди не согласны с нововведениями. Запрет на ввоз старых авто оставит их без работы. До принятия нового стандарта автомастерская работала только с китайскими автомобилями. Работы всем хватало, а теперь машин нет. Митингующие считают, что внесенные изменения в постановление республики только навредит экономике Казахстана. К примеру, сельская техника используют китайские двигатели. Они, говорят специалисты, экономично и по цене, и по расходу топлива. Я работаю уже сколько лет здесь, уже в автосервисе. Сколько ремонтировал российские, китайские машины. Разницы нет тут. Все одно и то же. Просто напрасно цены китайские, они наоборот, ниже идут дешевле, а российские они намного дороже. Как дальше будем жить? Тем более сейчас еще начинается евро 4. Пострадали не только работники автосервиса, но и поставщики, занимающиеся перегоном автомобилей из-за границы. Андрей Антоник, бизнесмен, уже столкнулся с неудобствами. У нас очень много техники сейчас остановилось на границе, так как мы не можем ввести, потому что мы физически их не растаможем. Вложили достаточное количество денег, и мы их теряем. Теряем в том плане, что у нас рабочие наши без зарплаты, семьи, дети. Просто можно какую-нибудь отсрочку предоставить по оформлению. Пересмотрят ли власти закон о переходе на экологический стандарт Евро-4 неизвестно. Недовольных в стране достаточно. Между тем работники карагандинского автосервиса продолжат митинговать. Амина Смакова, Жеслана Мандыков, Алексей Спиридонов. Первый карагандинский. Приверемся на рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Субтитры создавал DimaTorzok Кадровые перестановки в эшелонах власти в Караганде сменились районные Акимы. По согласованию с администрацией президента и распоряжением главы региона, Жанат Искаков освобожден от должности главы района имени Казабекби и назначен руководителем аппарата Акима области. На его место единогласным решением городских депутатов был избран уроженец Карагандинской области Рустен Кабжанов, ранее занимавший пост заместителя представителя Жамбыл Петролиум в столице республики. Новоиспеченному Акиму 42 года, имеет три высших образования. Долгое время работал в банковской сфере и крупной нефтяной компании. До назначения был заместителем представителя Жамбыл Петролиум акционерного общества «Казмуная газ» в Астане. А вот кресло Акима Октябрьского района занял теперь уже экс-заместитель главы города Ержан Тимирханов. На этом посту он проработал всего три месяца. Как уже ранее сообщалось, Ержан Тимирханов имеет два высших образования по специальностям юрист и экономист. В разное время работал в правоохранительных и таможенных органах. Занимал должность руководителя областного управления промышленности и предпринимательства. Перед районными Акимами глава региона поставил ряд задач. Готовка к отопительному сезону. Время идет быстро. Идет вопрос там на контроль брать. Планы мероприятий на 13-15 годы по обеспечению 100% установки приборов учета. Необходимо продолжить работу в целом по привлечению жителей программ модернизации. Еще раз акцентирую вопрос углов устройства, озеленения, освещения, установки всех площадок, тротуаров и так далее. Между тем сменились руководители и ряда областных ведомств, а также Акимы городов и районов. Вот, к примеру, на должность главы управления предпринимательства и промышленности назначен Галым Ашимов, бывший руководитель аппарата Акима области. Шагурашид Мамалинов теперь заведует управлением природных ресурсов и регулированием природопользования. А экс-аким Сарани Сергей Касимов, который, к слову, не прошел аттестацию в корпус А, теперь занимает кресло главы управления энергетики и ЖКХ. Его предшественник, Мухтар Адамбеков, стал Акимом города Сарань. Новым главой Улытауского района назначен Хамид Омаров, работавший до этого руководителем управления по развитию языков. Акимом Садпаева назначен Анвар Омаров, бывший Аким Улытауского района. Прежнюю главу Жасказгана сменил Серик Шайдаров, возглавлявший управление природных ресурсов и регулирование природопользования. Новый старый Аким и в Темиртау. Здесь переизбрали действующего главу Нуркена Султанова. Кандидатуру Султанова на сессии городского маслехата внес Баужан Абдишев. Депутаты его единогласно поддержали. Сменились Акимы и в Абайском, Актагайском, Бухажираусском районах. Перед новоиспеченными Акимами глава региона Баужан Абдишев уже поставил ряд задач. Ярмарка вакансий для молодежи. Минувшие выходные сотни молодых специалистов, выпускников и просто безработных из числа молодежи могли найти работу по душе. Организатором ярмарки свободных рабочих мест выступило управление по делам молодежной политики. Какие вакансии нынче востребованы, узнавал наш корреспондент. Константин Сокованин буквально на днях получил диплом электромонтера. Молодой специалист, недолго думая, отправился на поиски работы. Такую возможность ему предоставила ярмарка свободных мест. Вчера у меня прошел мой выпускной, вчера я получил диплом. И вот сегодня пришел, надеюсь что-то найти, что-то может по электрике желательно, по моей профессии. Надеюсь у меня выйдет, так как на промышленности ездишь, что-то узнаваешь, то позвонят, то не позвонят. А тут в принципе хорошо могут взять, могут конкретно обеспечить будущее. Между тем найти работу можно и онлайн. Здесь же на ярмарке был презентован сайт jasmaman.kz. На электронной бирже труда молодые люди смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями в регионе и оставить свое резюме. А работодатели – найти сотрудников. На данном сайте у нас наша молодежь оставляет свое резюме. А работодатели оставляют свои вакансии. Так как сейчас век технологий, молодежь пользуется интернетом очень активно. Поэтому мы выбрали такую одну из мер для обеспечения трудоустройств и занятости нашей молодежи. Свободные рабочие места на ярмарке вакансий для молодежи представили более 50 различных компаний и организаций. По словам организаторов, наиболее востребованы технические и строительные специальности. В Управлении по делам молодежной политики обещают, что в течение года в регионах области пройдут еще пять подобных ярмарок. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. К другим новостям. 15 добрых дел в преддверии Дня столицы. Накануне празднования Дня рождения Астаны чиновники поздравили детей-инвалидов Октябрьского района. Для них организовали праздник с участием развлекательного центра ОИН-БАС, а также вручили подарки. Организаторами благотворительной акции выступили отдел социальной помощи на дому Октябрьского района и отдел занятости и соцпрограмм. 20 детей с ограниченными возможностями в этот день получили возможность поучаствовать в игровых мероприятиях. От инициатора добрых дел каждый ребенок получил сладкий презент. Будет организована выдача подарков, небольших подарков, сладостей, мороженого. Также будут охвачены и малообеспеченные семьи района, для которых мы подготовили продуктовые наборы. Пенсионеры, те пенсионеры, одинокие и одинокопроживающие, которые живут в нашем районе, обслуживаются у нас в отделении, также будут охвачены. Известная казахстанская певица Луина в Караганде. Такой подарок для своих посетителей подготовила новая французская столовая «Биен-Веню». К слову, удивлять карагандинцев заведение начало с самого открытия. Здесь и игра на живой скрипке, и специально приглашенные гости. Амина Смакова с подробностями. В такой приятной обстановке проходит не один день в этом заведении. Сегодня это казахстанская певица Луина. Гости мероприятия просто заслушались ее пением. Расскажи мне, время вышло, почему сон стал не лишним. Пригласим ночь, еле слышно. Луина – участница первого сезона популярного шоу «Экс-фактор». Певица успела полюбиться казахстанским слушателям своими песнями «Инопланета» и «Луна». Звезда отечественной эстрады приехала специально по приглашению французской столовой «Биен-Веню». Сегодня для ее посетителей она исполняла свои лучшие композиции. Я бывала в этом городе, но на самом деле у меня очень много друзей из Караганды. Они такие же творческие и талантливые люди. Это Дырья Акбарова, очень моя близкая подруга. Я думаю, что это ваша гордость. Дурар, Рахим Берлин, по соседству вас с Андреем Тихоновым. Но, во-первых, я люблю этот город и хочу сказать, выделить, и это не лезть ни в коем случае, выделить, что здесь, правда, люди очень добрые и очень гостеприимные. Французская столовая «Биен-Веню» в самом центре города. Заведение, отвечающее всем европейским стандартам. Уютное заведение, выдержанное во французском стиле, со дня своего открытия старается постоянно удивлять своих посетителей. Два раза в неделю мы проводим, стараемся на выходных что-то изменить. К примеру, допустим, вчера у нас была скрипка, живая скрипка. Сегодня, как я сказал, уже гости из Алматы. То есть стараемся чем-то удивить. Словом, вечер удался, свободных столиков практически не осталось. Кстати, пустых мест не бывает и в обычные дни. За столь короткое существование, столовая «Биен-Веню» успела обрести постоянных клиентов. Ну, во всяком случае, уютно здесь. Хорошая кухня, различные сорта вин, визитная карточка заведения. А за искусной работой барменов, говорят посетители, можно наблюдать часами. Ловкими движениями бармены вращают шекер, тем самым они превращают простые нафиги в настоящие шедевры. Руководство французской столовой рассказывает, что сюрпризы еще не закончились. Чем именно удивят своих посетителей в «Биен-Веню» в следующий раз, остается интригой. Амина Смакова, Лжас Габбасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Казахстан – страна с людьми умного сердца. Так высказался представитель Лодзинского медицинского университета на конференции в Караганде. Согласно государственной программе «Саламат и Казахстан» в области активно проводятся мероприятия по улучшению качества медицинской помощи населению. В ходе проведения научно-практической конференции в Карагандинском государственном медицинском университете польскими коллегами из Лодзи были даны мастер-классы в рамках подготовки специалистов по палеоативной медицине. В Казахстане выработаны и уже законодательно утверждаются международные медицинские стандарты по оказанию помощи ряду больных. Я могу с гордостью сказать, что наш Карагандинский государственный медицинский университет один из первых в Казахстане в обучающей процессе ввел палеоативную медицину как самостоятельную дисциплину, с ее философией и правово-законодательными аспектами. На конференции обсуждались вопросы по актуальным темам – психологические аспекты палеоативной помощи, помощь детям, доступность к аналогетикам. Таблетки доступны во всем мире. Они дешевле и они очень угодные для больных. А у вас только ампулы присутствуют. Я думаю, что Казахстан – это страна большого потенциала. У вас есть людей большого, открытого и умного сердца. Палеоативная помощь зависит не только от медицинских работников, но и отношения к больным в семье, от людей и их окружающих. Необходимо учитывать передовой опыт казахстанских и зарубежных специалистов. Здесь, я думаю, что есть начало. Надо это все развить. Я думаю, что ваша страна на начале большой дороги, которую надо угрызть, чтобы все было хорошо. Это зависит от людей. Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Юные спасатели Карагандинской области будут представлять нашу республику на международных детско-юношеских соревнованиях в Азербайджане. Команда Казахстана отправилась в город Гебеля под приглашением министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской республики. Все подробности у Сергея Высокосова. Международные детско-юношеские соревнования «Юный спасатель» приурочены к 90-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Семь детей из детской деревни СОС города Тимиртау в возрасте от 13 до 17 лет будут соревноваться в составе казахстанской команды. Сотрудники департамента ПОЧС по Карагандинской области перед отлетом ребят посетили их в деревне. Наставления настоящих спасателей лишними никогда не будут. Да и теплые слова на пусты дадут положительный заряд соревнующимся. А победители конкурсов смогут поступить в учебные заведения, где преподаются дисциплины по проведению спасательных работ. Программа соревнований включает в себя пять этапов, за прохождение каждого из которых начисляются очки. Состязания проходят по правилам соревнований профессиональных спасателей. Предусмотрены следующие виды конкурсов – визитная карточка, пожарная эстафета, стен газета, поисковые спасательные работы, полоса препятствий. Так что ребятам придется приложить максимум знаний и умений, чтобы достойно представить Казахстан на этих международных соревнованиях. Ни пуховам, ни пера. Мы болеем за вас. О новостях спорта расскажет мой коллега Берик Апаров. Берик, чем запомнилась Караганда спортивная? Караганда запомнилась поражением шахтера на выезде и новых чемпионах бойцов ММА. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Караганидский шахтер в рамках 17-го тура казахстанские премьер-лиги гостил в Таразе, где минимально уступил местной команде. Молодой полузащитник южноказахстанцев Жакыб Кужамберды на 86-й минуте открыл счет. Затем на 93-й Николай Васильевич сумел сравнять счет. А на 4-й, последней компенсированной минуте, неуступчивые хозяева все же сумели добыть победу. Усилиями все того же Кужамберды. 2-1, шахтер возвращается на счете. Карагандинская команда бойцов ММА блестяще выступила на международном турнире в Арабских Эмиратах и отлично зарекомендовала себя перед главными боями в сентябре. В Дубае, где выступали карагандинские представители бойцовского клуба «Алаш Прайд», помимо нашей команды были бойцы из Египта, Испании и Дагестана. Превосходное выступление наших бойцов дает отличные шансы на привлечение карагандинцев к боям при формировании карты турнира ММА в сентябре. Перед этим наша команда проведет тренировочные сборы с 15 августа по 15 сентября. Прошедшие сборы, совместные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, можно сказать, прошли, можно дать очень высокую оценку. Встретили очень хорошо, спортсмены подружились, дружились, можно сказать. В августе месяце будет продолжение их сборов, месяц где-то с 15 августа по 15 сентября. Потом будет составляться карта DFC, версии, где нам будут готовить соперников. И в конец сентября, начало октября уже начнутся бои, я так думаю. Между исламом и экстремизмом не может быть ничего общего. По таким девизам провели спортивную акцию областная и городская мечети Караганды. На призыв служителей исламской религии откликнулась вся область. В спортивном празднике приняли участие и спортсмены, и прихожане, рассказывает Сергей Високосов. Мир пестрит сообщениями о исламском экстремизме и терроризме. Средства массовой информации уже не знают, в каком ракурсе подавать события о очередном взрыве смертника-исламиста. Настоящий ислам – это мир и согласие. Он борется только за здоровье души, только за физическое здоровье. Ибо в этом кроется процветание нации. Ислам – это миролюбивая религия, которая руководствуется толерантностью и солидарностью между нациями, между культурами и между религиями. Спортивный праздник посвятили месяцу Рамазан. Два дня прихожане и решившие поддержать эту акцию играли в футбол и участвовали в забеге на полторы тысячи метров. Дорожки вокруг озера в Центральном парке стали ареной борьбы легкоатлетов. Тем, кто серьезно занимается спортом, не очень легко было добиться победы от любителей. Азарт – дело серьезное. С финиша начали, ускорились. Я ожидал, что они под конец трассы выдохнутся всех. И там начал сам действовать, атаковать. Соперники достойные. Победителям грамоты и наставления. Достойные состязания, достойных людей, которые вызывают уважение у окружающих. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Что ж, на этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы Первого Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Благодарим за внимание. Всего доброго. Аман Саугол, здар. Субтитры создавал DimaTorzok